Глубоко уважаемые коллеги, прежде всего разрешите поблагодарить искренне за приглашение принять участие в сегодняшней конференции и за возможность постоянного сотрудничества с Ольгой Николаевной Ершовой, ее коллективом, за возможность внести свою небольшую лепту в исследование, в направление познания механизмов антибиотикорезистентности, столь важных госпитальных патогенов. Мы сегодня заслушали с вами, как уже сказано, элегантные, но просто исчерпывающие, очень интересные доклады клинических микробиологов, клинических эпидемиологов и составились представления совершенно исчерпывающие о важности этой проблемы, о важности изучения. Мой доклад будет посвящен тому, чтобы обратить ваш взгляд несколько с другой стороны, не со стороны клинических микробиологов, а со стороны более такого общебиологического взгляда на проблему, может быть, приблизить увеличение нашего микроскопа, рассмотрение этих патогенов и механизмов и такого общебиологического понимания процессов, которые приводят к той экстремальной резистентности и важности этих патогенов. Вот эта аббревиатура стала уже настолько часто употребляемой, эскейп-патогены, то есть патогены, которые избегают возможности лечения инфекций, которые они вызывают, с помощью бактериальной терапии. Естественно, эта аббревиатура складывается из первых букв названия микроорганизмов, которые входят в эту группу. Возможно, вы видели несколько другое написание этой аббревиатуры эскейп, где третья буква к заменяется буквой си. Тоже получается эскейп, но другой совершенно смысл. Клипсиела из этой группы уходит в группу энтеробактералис, а ее место занимает кластеридиодис дефициле, о котором мы сегодня тоже слышали, что это очень коварный и важный патоген, особенно при описании клинических случаев, которые нам представил доктор Буров сегодня. На данном слайде, к сожалению, слишком мелко может быть написанным, приведены характеристики этих самых эскейп-патогенов, а именно факторы резистентности, вернее, уровни резистентности, которые для них характерны. То, что мы сегодня слышали много раз и о клипсиелах, и о оценетобактерах, псевдомонадах. Далее второй столбик посвящен клиническим манифестациям. Тоже сегодня мы очень подробно все это с вами слышали. Но мы с вами в сегодняшней моей лекции, в докладе будем обращать внимание на то, какие более молекулярно-биологические характеристики присущи этим патогенам. Сегодня мы уже слышали в докладе Эдельштейна, Михаила Владимировича, он рассказывал про эпидемически успешные клоны и клипсиел, и псевдомонад. И вот здесь, в этом третьем столбце, мы с вами видим перечень секвенс-типов, клональных комплексов, которые уже упоминались. Для клипсиел это секвенс-типы 11, 147, 258, характерные для мультирезистентных клонов. Среди псевдомонад то, что мы уже слышали, секвенс-типы 235 и другие, которые описаны и расставлены на карте. Кстати, хотелось здесь отметить вклад Смоленской медакадемии, Смоленского института антимикробной химиотерапии, к тому, что они так подробно и скрупулезно наносят эти данные на карту нашей страны. Еще несколько лет назад, открывая публикации, посвященные молекулярной эпидемиологии, мы видели везде белые пятна на месте нашего государства. Вот смоленчане, они настолько успешно заполняют это белое пространство, что сегодня мы видели, что наоборот, мы впереди планеты всей, обогнали всех по количеству и по качеству детектируемых патогенов и видим, насколько эта проблема характерна для нашей страны. И завершающая крайне правая колонка посвящена тому, что отмечает высочайший уровень смертности от инфекций, которые вызывают данные патогены. Мы это тоже сегодня слышали, что кальпсиелы вызывают инфекции до 70%, вызывающий процент гибели пациентов. Для псевдомонад эта цифра достигает 67% при бактериемиях, например, вызванных множественно резистентными штаммами. На данном слайде разрешите напомнить вам, что все уровни высочайшей антибиотикорезистентности могут быть объяснены наличием у микробов, у бактерий определенных изменений в их структурах, в их геномах и, следственно, в структурах. В частности, резистентность к бета-локтамам может быть генерирована наличием бета-локтамаз. Мы об этом все очень подробно знаем. Но и другой механизм может быть сочетание изменения париновых структур, то есть поверхностных клеточных структур, в сочетании с работой эфлюксных насосов, могут давать тот же самый фенотип. И тоже сегодня это упоминалось, что не всегда наличие бета-локтамаз или их отсутствие может объяснять определенный фенотип. Далее, изменение таких клеточных структур, как рибосома, это излюбленный, в кавычках, механизм резистентности к разным классам антибиотикам, и в том числе к современным из группы тетрациклиновых. Из группы тетрациклинов, аминогликозидов и других. Кроме того, я бы хотела отметить, что зачастую резистентность может быть связана и с таким феноменом, как формирование биопленок. Известно, что 80% приблизительно инфекций, вызываемых у человека бактериями, связана с формированием биопленок внутри тела человека, внутри макроорганизма. И показано и ин вива, и ин витро, что биопленки более устойчивы к воздействию антибиотикам, поэтому зачастую из лечения инфекций, вызванных такими вариантами бактерий, затруднено в плане выбора антибиотикотерапии. Если говорить о том, как абстрактно можно рассмотреть формирование и распространение антибиотикорезистентности у патогенов, то можно выделить несколько уровней. Это популяционный уровень, это понятие резистома, то есть набора факторов резистентности, которые мы можем определить или у данной бактерии, или у целой популяции бактерий, или даже у данного вида бактерий. То есть это достаточно абстрактное понятие. Очень многое и подробно сегодня Михаил Владимирович Эдельштейн говорил о распространении эпидемических клонов. Это следующий уровень распространения антибиотикорезистентности. И получение этих картин, взаимосвязи разных успешных клонов, распространяемых в разных регионах мира, дает, конечно, очень много информации к размышлению о том, насколько важен этот клональный уровень распространения. Но больше внимания хотелось бы уделить более подробным, более мелким структурам, которые участвуют в распространении антибиотикорезистентности. Это, конечно, известные всем гены, в том числе и карбопенемаз, и структуры, которые содержат эти гены. Они могут быть локализованы на определенных плазмидах, которые по старинке называли R-плазмидами от слова resistance. Сейчас известно, что эти плазмиды могут быть типированы по разным группам несовместимости. И это тоже очень важная информация, что определенные гены чаще всего локализованы на определенных типах плазмид. И степень их распространения, скорость распространения различается. Кроме того, могут определенную роль играть бактериофаги в распространении генов резистентности. Известно, что бактериофаги могут вызывать не только лизис бактерий, но и встраивать свой геном в геном клетки хозяина и существовать в виде профага. Зачастую такие профаги несут факторы резистентности. Далее мы с вами более подробно поговорим о других генетических структурах, таких как транспозоны, интегроны, аэс-элементы. Данная картина демонстрирует результаты исследования, в котором было показано, что клональное распространение штаммов, несущих гены KPC, карбопинемаз, наблюдаемые в Америке, вот здесь отмечены такие клоны розовым цветом, как раз демонстрирует тот уровень распространения, о котором подробно говорилось уже. А в данном перечне мы можем увидеть, какие клоны высокого риска, уже упоминаемые сегодня многократно, могут быть названы. Кроме того, на данном слайде мы можем увидеть перечень ассоциированной резистентности, которая может быть одновременно наблюдаема у этих штаммов за счет того, что гены beta-lactamase могут быть локализованы на одном и том же репликоне вместе с другими детерминантами резистентности, например, устойчивости к хлорамфиниколу или к каким-то другим агентам. На данном слайде популяционный срез, псевдомонад разных клональных комплексов, которые ассоциированы с распространением генов резистентности к карбопинемам. Что хотелось бы сказать очень важного относительно формирования популяционной структуры у разных экстремально важных патогенов. То, что уже сегодня это звучало, что они могут рекомбинировать и объединять свои генетические потенциалы. Это было показано на конкретном примере формирования эпидемического клона секвенстипа 258-го у клепсиелы, например. Этот клон возник в результате объединения генетических структур секвенстипов 11-го с 442-м и с последующим внесением части генетического материала из секвенстипа 42-го. Подтверждением таких рассуждений и доказательств возможных комбинаций можно получить в инвитро, в лабораторных экспериментах. В частности, то, что ген корбопинемазы окса 48 локализован на одной плазмиде, а ген CTXM цифалоспориназы на другой плазмиде, другой группы несовместимости. При манипуляциях определенных пробирки можно передать плазмиды либо одновременно в один штамм, либо каждую плазмиду разделить в другой штамм. Вот такого рода эксперименты позволяют уточнить на уровне репликонов плазмидных локализацию данных генов. В одной из наших работ, совместных с Центром нейрохирургии имени Бурденко, мы изучали как раз передачу генов корбопинемаз окса 48 типа и было показано, что внутри тела одного пациента возможно передача этой плазмиды, несущей данную корбопинемазу, от одного вида бактерии к другому, от клепсиелы к энтеробактеру или от клепсиелы к протео, протеосмирабелис. Другой вариант передачи гена такой плазмид был зафиксирован между пациентами разными. То есть то, о чем сегодня уже говорилось, необходимость контроля таких эпизодов передачи, она связана с тем, чтобы прервать вот этот путь распространения внутрибольничных госпитальных патогенов. во многих работах было показано, что репликоны, несущие разные гены антибиотикорезистентности, способны комбинировать в разных сочетаниях. Опять на излюбленный объект клепсиела пневмония. Она является очень интересным модельным объектом в этом плане, потому что многие процессы, которые в ней описаны, могут быть экстраполированы на общие биологические принципы. В частности, то, о чем говорил сегодня Михаил Владимирович, объединение генетических потенциалов гипервирулентных и мультирезистентных клепсиел. Известно, что гены вирулентности, в частности, ген РМПА, ассоциированный с гипермукоидностью этого патогена, он локализован на одной большой плазмиде, а большинство генов антибиотикорезистентности на других типах плазмид. Так вот, было показано, что разные генетические лины клепсиела способны обмениваться этими генетическими детерминантами и передавать либо из резистентного штамма свою плазмиду в гипервирулентный, либо наоборот, гипервирулентная плазмида может быть передана в штамм мультирезистентный. Еще более подробно эволюционные пути образования гибридных плазмид описывались на других клонах, в других работах. Не будем подробно останавливаться, вы можете визуально посмотреть, что отмеченные разным цветом участки плазмид, они комбинируют и передаются между разными штаммами, разными секвенс-типами этих патогенов. Надо сказать, что клепсиела характеризуется достаточно широким спектром не только факторов резистентности, но и факторов патогенности, которые этому виду свойственны. В частности, это разные железохилатирующие системы, которые позволяют этим бактериям эффективно реплицироваться в тканях макроорганизма. Это капсула, которая защищает от воздействия факторов иммунной системы макроорганизма. Вот внизу мы видим с вами перечисленные эти факторы. Это и антитела, и комплимент, и рецепторы клеток макроорганизма. Это очень важные молекулы, которые являются по сути токсиноподобными молекулами, которые повреждают ДНК клеток макроорганизма, например, колибактин. Если говорить о факторах вирулентности, свойственных другим представителям группы эскейп-патогенов, то здесь мы также можем видеть разные генетические и структурные детерминанты, которые обеспечивают этим патогенам успешное реплицирование в макроорганизме. В частности, у энтерококков это поверхностные белки ЭСП, которые отвечают за адгезию на эпителиальных клетках, это коллаген, связывающие адгезины и цитолизины, это коллагеназы, которые гидролизуют волокна коллагена и факторы, которые препятствуют, вернее, обеспечивают прикрепление к кожному эпителию. Если говорить о факторах вирулентности стафилококков, то всем известно, что они характеризуются наличием токсинов. Это токсины синдрома токсического шока, это факторы слепания, фибронектин, связывающий белки, коллаген, связывающий адгезины. Кроме того, у стафилококков отмечают как фактор вирулентности липопротеины, белки, связывающие фактор вон-виллербранта и так далее. Но с точки зрения наличия этих факторов у разных генетических линий стафилококка, они могут варьировать. И как раз набор комплекса этих факторов обеспечивает, определяет уровень вирулентности данной линии микроорганизма. У оценетобактеров какие факторы вирулентности мы можем с вами перечислить, помимо того, что они отличаются высочайшим уровнем антибиотикорезистентности, как мы уже видели. У этого патогена очень характерная структура липида, то есть поверхностных структур. Эти структуры обеспечивают устойчивость как к колистину, к лизоциму, к антимикробным пептидам. Вот с левой стороны мы видим гипотоциллирование липида А, обеспечивают устойчивость к этим факторам нейтрализации. Далее капсула, как и у многих грамотрицательных бактерий, она играет существенную роль как фактор вирулентности. Далее можно сказать о том, что у этого патогена очень важно наличие системы секреции второго типа, которая обеспечивает очень эффективную защиту от комплимента крови от сыворотки человека. Псевдомоносэрогеноза – это тоже патоген, очень значительно вооружённый факторами вирулентности, помимо своей высокой устойчивости к антимикробным препаратам. Здесь мы видим, что клетка, окрашенная оранжевым цветом, она прикрепляется к хозяйской клетке и способна впрыскивать свои экзотоксины внутрь клетки, обеспечивая повреждающее действие. Здесь также активные сидерофоры, которые обеспечивают потребности в факторах железа этого патогена, необходимых для его размножения. Очень важно наличие определённых структур, обеспечивающих подвижность этого микроорганизма. У них есть флагелы, у них есть и оригинальные структуры, позволяющие обеспечивать им оригинальную подвижность в питательных средах и, соответственно, в макроорганизме. То есть мы с вами отметили, что очень важными характеристиками вот этих экстремально опасных патогенов является резистом, набор факторов резистентности, вирулом, то есть набор факторов вирулентности. Но хотелось бы поговорить также ещё об одном омме, это мобилом, то есть набор факторов мобильности генетического материала, который и обеспечивает вот ту виртуозную рекомбинативную способность и возможность передачи, транспенсии этих репликонов между бактериальными клетками. Какие мобильные генетические элементы несут, связанные с генами и антибиотикой резистентности мы можем назвать у патогенов группы ESCAPE. Здесь вот очень подробно описано, например, у грамм положительных, у ванкомицин-резистентных энтерококков это транспозоны разных типов, транспозоны составные, сложно организованные, включающие в себя мобильные генетические элементы и гены ванкомицин-резистентности. У метициллино-резистентных стокевилококков это транспозоны и кондегативные транспозоны в составе МЭК-кассеты, которая является, собственно, островом патогенности, геномным островом этого патогенности. Если говорить о энтеробактериях, в том числе и окклипсиелах, то здесь очень важную роль играют АЭС-элементы, которые соседствуют с генами, в том числе карбопенемаз, и способствуют их мобилизации между разными репликонами. У оценетобактеров мы выявляем большое количество разных транспозонов, специфичных именно для этого вида бактерий. Они и называются аббревиатурно АБА-Р и номерами, потому что характерны именно для оценетобактеров. Они, собственно, представляют из себя композитные транспозоны, которые способны встраиваться в разные гены и быстро выключать их. В частности, это характерно для эфлюксных насосов. Встраивание таких АЭС-элементов в регуляторные участки эфлюксных насосов обеспечивает то, что насос начинает работать конститутивно, то есть очень эффективно, и при этом уровень резистентности существенно возрастает. Что касается псевдомонад, то для них характерно наличие большого количества профаговых элементов, которые встроены в геном этого микроорганизма. Что такое АЭС-элементы? Это insertion sequence, короткие элементы, ограниченные короткими последовательностями, инвертированными, то есть как бы перевернутыми. И вот наличие таких инвертированных участков и обеспечивает их подвижность в геноме. А транспозон – это АЭС-элементы, которые между собой заключают еще дополнительные гены резистентности, вирулентности, и по размеру транспозоны могут различаться очень существенно. Более старое название транспозонов – это прыгающие элементы. Они были открыты, надо сказать, у эукариотических организмов. У Барбара МакКлинток в 50-е годы прошлого столетия открыла их, изучая характер окраски кукурузных зерен. И она заметила, что здесь происходит нечто такое, что можно объяснить только наличием прыгающих генов. Тогда ее открытие никто не понял, но в 90-е годы, уже ближе к концу столетия, уже будучи 80-летним ученым, она получила Нобелевскую премию за открытие этих прыгающих генов. То есть история тянется очень давно и оказывается очень важна для изучения клинических экстремально резистентных возбудителей инфекции. Вот мы здесь видим в этой табличке, что транспозоны, геновные острова очень широко распространены, в том числе, в частности, большое разнообразие таких островов описано у стафилококков. Типирование, даже типирование этих кассет, мэг-кассет позволило определить около 10 их к настоящему времени разных. Конечно, невозможно не упомянуть в таком сообщении об интегронах. Это уникальные структуры, которые, собственно говоря, строго говоря, нельзя назвать мобильными генетическими элементами, но это структуры, позволяющие осуществлять внутреннее клонирование генетических кассет резистентности к разным классам антибактериальных препаратов. Интегроны могут включать в себя от одного до большого количества генов резистентности и тем самым обеспечивать быстрое приобретение множественной антибиотикорезистентности к разным классам антибактериальных препаратов. На этом слайде приведены примеры разных протяжённых интегронов, которые описаны у разных видов эскейп-патогенов. Хотелось бы отметить, что распространение генетических линий у разных видов бактерий имеет свои особенности. Это хочется подчеркнуть, что клепсиелы, они, как мы уже говорили, представлены двумя эволюционными ветвями, и эти ветви сейчас начинают между собой объединяться и формировать новые опасные эпидемически значимые генетические линии. Что касается антицинитобактербаумани, они характеризуются тем, что у них играют большую роль мобильные генетические элементы, которые по всему геному распределены и рекомбинируют эти структуры. У псевдомонад, как я уже сказала, характерной особенностью является наличие фаговых структур и интегронных структур. И вот зачастую именно это объясняет их фенотип множественной резистентности. Ну и у стафилококков это мэк-кассеты, которые по сути своей являются геномными островами. В заключении хотелось бы мне отметить, что вот такое многообразие механизмов множественной антибиотикорезистентности у опасных патогенов требует поиска новых альтернативных методов лечения, помимо того, что мы слышали сегодня, помимо оптимизации использования антимикробных препаратов. И к настоящему времени опробованы и изучаются в разной степени испытания, находятся такие подходы. Надо сказать, что все они не лишены тоже каких-то недостатков. Например, что касается поиска новых антимикробных препаратов, то мы знаем, что микроорганизмы способны и к новым препаратам выработать новые механизмы резистентности на тех же самых принципах, о которых мы говорили, и инактивации, и эфлюкса, и разрушения, и модификации мишени. Интересным подходом являлся и рассматривался как резервный подход, и это использование бактериофагов. Но оказалось, что резистентность к бактериофагам достаточно быстро формируется у бактерий, и при модификации рецепторных участков бактериофагов клетка приобретает устойчивость. Хотя, если использовать индивидуальный подход подбора таких фаговых коктейлей, то для конкретного пациента можно решать эти задачи с лечением определенных инфекций. Использование наночастиц. Оно также широко используется, на на поверхности, для лечения и для создания медицинских изделий, которые будут обладать свойством, сами обладать свойством антимикробных веществ, будут препятствовать образованию биопленок. Тоже очень перспективное направление, но оказалось, что и наночастицы могут не всегда быть эффективными. Здесь нужно учитывать способность их прохождения через мембрану бактериальную, способность разрушать определенные структуры. То есть проблемы при использовании всех этих альтернативных подходов также существуют. Вот с правой стороны мы с вами видим показанную возможность применения определенных светочувствительных молекул, которые вводятся внутрь клетки бактерии, и при обработке видимым светом они активируются, клетка при этом погибает. Тоже один из подходов, которые рассматриваются как альтернативные. Ну и, конечно, уже упомянутая сегодня кратко CRISPR-Cas-система. Это система, которая открыта была у бактерий как механизм их природной способности защищаться от чужеродной ДНК. Вот здесь показано, что при проникновении фаговой ДНК специфический комплекс КАЗ-белков разрушает это ДНК, но при этом еще и встраивает в собственный геном бактерии короткие участки этого разрушенного генома. И при повторной инфекции аналогичной молекулой ДНК эта молекула будет разрушаться уже гораздо более эффективно и более мгновенно разрушать будет эта структура ферментативная. Так вот, было предложено использовать перенастройку этих ферментных комплексов для того, чтобы целенаправленно уничтожать бактерии, которые несут определенные гены. Сейчас много публикуется работ, в которых предлагаются определенные расчеты для перенастройки этих ферментов, для уничтожения бактерий, несущей определенный ген вирулентности или резистентности. То есть такая целевая терапия. Все это может быть осуществлено в комбинации с фаговой терапией. То есть здесь поле для исследователей еще не исчерпанное, и в том числе и мы пытаемся тоже в этом направлении работать. На данном слайде примеры таких разработок, которые уже успешно показали, что можно такие модификации производить, то есть нацелить эту ферментную систему на поиски уничтожения клеток, несущих определенные гены резистентности. В заключении разрешите подчеркнуть, что высокий уровень устойчивости, о котором сегодня целый день говорят все исследователи, у возбудителей инфекций, связан с наличием у этих патогенов факторов резистентности, вирулентности, и именно это приводит к трудностям в лечении тех инфекций, о которых вы рассказывали. Для того, чтобы эффективно разрабатывать новые методы, новые подходы, схемы лечения, нужно, конечно, знать, какие именно маркеры резистентности, вирулентности несут эти патогены, и вот на это и направлены наши исследования. Спасибо за внимание. Дорогие коллеги, пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, да, пожалуйста, Дмитрий Сергеевич. Ну, сейчас, сейчас в следующем докладе Екатерина расскажет более подробно, более того, что описан и секвенирован штамм, который несет сразу три плазмиды, и окса-48 несущую, и KPC, NDM, и более того, и CTXM. Мы сначала думали, что это смесь штаммов, но полногеномное секвенирование показало, что это все-таки штамм один, и более того, что он был выделен выделен не при инфекции госпитальной, а при обследовании на носительство у пациентов. Ну, этот факт говорит о том, что существуют некие процессы, которые скрыты, черный ящик некий. Как вот на недавней конференции Сергей Владимирович Сидоренко такой термин внес, говорит, есть такие черные лебеди, о которых мы узнаем потом, после открытия. Сначала неизвестно, как объяснить некий механизм, а потом оказывается, что он описывался таким-то образом. Видимо, ну и сейчас появляются публикации о носительстве, то одних факторов резистентности, которые выявляются у студентов, других у каких-то сотрудников лабораторий. Естественно, что не все бактерии, даже у пациентов нейрохирургии, послеоперационных, вызывают именно инфекцию. Где-то справляется, видимо, иммунная система, где-то успевает вот эта превентивная антибиотикотерапия, но такие штаммы, они подспудно где-то, как эти черные лебеди, формируются, видимо. Спасибо.